Добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели канала iNews, Ичкерия News. Мы сегодня беседуем с человеком, который не нуждается в представлении. Это Муса Ломаев, общественный деятель, блогер и потрясающий человек с трагической судьбой, вы прекрасно знаете. И человек, который не сломался, который занимается общественной деятельностью и говорит правду. Добрый вечер, Муса. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за это представление. Я все-таки считаю, что я более скромный человек. Моя судьба ничем не отличается от судей тысяч, десятки тысяч других чеченцев. Можно сказать, мне даже больше повезло. При 15-летнем сроке, который мне запрашивал прокурор, мне удалось из Верховного суда Чеченской республики выйти с оправдательным приговором. Это уникальный случай, на самом деле. Поэтому, я считаю, мне очень повезло. Мне повезло моим друзьям, знакомым, близким и многим-многим-многим чеченцам, которые именно с такими большими сроками 15, 17, 19, 20, 25 пожизненно уходили на большие срока, уходили в разные-разные тюремные учреждения по всей Российской Федерации. Поэтому в этом плане, я считаю, я большой везунчик. Муса, ты знаешь, я сегодня написала пост, он у меня просто вот импульсивно родился, потому что есть проблема. Да, вот мы по ходу действия, начиная с полномасштабного вторжения в Украину, наблюдаем тенденцию некую, которая мне вот сегодня не очень нравится. Я написала такой пост, когда вы все-таки заглянете в эту бездну, которая развернется перед вами, рискнете туда заглянуть, я имею в виду, конечно же, трагедию чеченского народа, которую по-прежнему избегают, обходят, делают вид, что они ничего не знают, то вы просто не захотите, чтобы вас прощали небесные силы. До такой степени у вас будет потребность раскаяться, но вас никто уже... Вы сами себя не простите. И я обращаюсь уже даже и не к русским, вот внимание, уже даже и не к русским, и не к путинским русским, и не к хорошим русским, я обращаюсь к тем гражданам Украины, которые уехали из Украины из-под бомбежек, ну, эвакуировались, и которые сегодня за деньги русских фондов, всяких фондов Америка на русской дружбы и так далее, что мы понимаем, что за этим стоит, защищают русскую словесность. Вот эти люди, у которых я брала интервью лично, потому что у меня такой подход, у меня есть императив после определенных событий, я считаю, что я не могу жить с этой темой чеченской, если я к человеку, я считаю, я наделяю его человеческими качествами, я к нему подхожу с хорошим чувством, думаю, ну, человек не знает, я ему расскажу, и вот я рассказываю, думаю, что на человека произойдет впечатление. Выясняется, что на человека не только не производит впечатление чеченская тема, более того, эти люди смеют мне писать, «Инна, вы не там ищите врагов, Инна, вы не тех людей видите врагами, враги это Путин и Z-поэзия, а хорошие русские, вот эти либералы, они наши союзники и наши попутчики». То есть вот такая сложнейшая комбинация сегодня, вот это противостояние и нежелание брать на борт своей украинской трагедии, как они считают себя, они вот переживают, они пишут стихи, они переживают за Украину, на деньги русских фондов, да, и они мне смеют говорить, «Инна, вы не там ищите врагов». То есть Инна, которая 30 лет пытается русским и архитекторам, и каким-то там банкирам, и клиентам архитектурным, и журналистам «Радио Свобода», и вот теперь поэтам, извиняюсь, которые приехали из Украины, вот я пытаюсь 30 лет объяснить, что такое русская душа Достоевского, да, которая вот что-то такое сотворила с этими людьми, что они не хотят брать на борт своей украинской трагедии чеченскую трагедию. Вот это, я бы хотела вот так оттолкнуться от проблем, я думаю, что наши зрители поняли, да, что, как мы обозначили это, потому что об этом можно много говорить, им можно приводить всякие факты, и как «Радио Свобода» отказалась в первые дни полномасштабного вторжения говорить, делать параллель, да, с чеченской войной. И мы видим вот эту тенденцию, то есть есть люди, которые не хотят, люди, которые не знают, а есть люди, которые не хотят знать, а есть люди, которые не допускают, чтобы широкая общественность взяла на борт параллельно абсолютно, как свою трагедию, трагедию чеченского народа. Я считаю, что в Украине сейчас находятся две силы, одна военная, даже три, наверное, одна военная сила, другая политическая и народная сила. Я считаю, что с первых дней начала войны, русско-чеченской войны, одна из этих сил, это народная сила Украины, она нас с самого начала поддерживала. Но вот военная и политическая, она даже сейчас... Военная, я думаю, что в каком-то процентном соотношении, учитывая, что в иностранном легионе сейчас нам дали возможность восстановить свою армию, обучать наших бойцов разному военному искусству. Более того, еще появилась такая возможность в составе разных род войск попасть на территорию врага, провести там диверсию и вернуться обратно. И это хорошо, но в политическом плане, и в политическом плане как-то умудряются политики украинские, вплоть до президента, 25-летний отрезок времени, именно военных действий, времени, как-то умолчать и делать вид, что этого нет, вообще нет. Я до конца не могу понять. Хотя, с другой стороны, когда самый такой пик, когда Россия очень хорошо себя чувствовала, и мы во всем мире были террористами, украинские спецслужбы очень хорошо помогали российским спецслужбам по взаимодействию в отношении того или иного чеченца, который боролся против России. Они передавали друг другу. То есть, есть много моментов, где наших бойцов, украинские спецслужбы, не по официальным каналам передавали, а сажали в машину, отвозили на границу и на границе, как нелегальный товар, передавали из рук в руки. Вот. Вот такое, такое жесткое взаимодействие двух, спецслужб двух стран, оно, как бы, очень сильно было. Я не знаю, насколько сейчас это есть, но отрицание той брутальной войны, которая была на чеченской земле, я считаю, очень, так, если так, если так, в лайт-версии сказать, то это несправедливо, а так жестко, сказать, это даже оскорбительно для чеченского народа, потому что, если бы не было 300 тысяч жертв, если не было бы тотального уничтожения городов, именно то же самое, что сегодня в Украине происходит, происходило в Чечне. Та же самая армия, те же самые офицеры, возможно, та же самая техника, может, сейчас, она закончилась, эта техника, но на начальном этапе та же самая техника, которая участвовала в войне в Чечне, применялась на территории Украины. Сейчас, наверное, ввиду того, что там несколько тысяч уже их военной техники уничтожено, то это все закончилось. Но имеется в виду, что провести параллель между чеченской и украинской войной, это вообще абсолютно несложно. Но отрицание политической стороны Украины, оно заставляет задуматься о многом. И разговаривая с теми или иными чеченцами, которые принимали участие и в первой войне, и во второй войне, всегда упирается вопрос, у нас есть гарантия, что нас не кинут? Что нас не занесут в списки? Что завтра утром мы же те же самые террористы? Мне говорили, мне мои знакомые говорят, ты забыл, что мы террористы для всего мира? Я пойду, хорошо, я поеду туда, рискну всем, проведу год, полтора, ну сколько там, война продлится, а после этого, что украинское правительство сделает? Будет ли украинское правительство молчать и сквозь пальцы смотреть на то или иное уголовное дело, которое Россия будет возбуждать против меня, например, другого? Где гарантия, что это нам, чеченцам, боком не выйдет? Потому что, да, сейчас, ввиду того, что Россия ввязалась в эту войну, у нее нет сил смотреть в сторону тех, кто сегодня осмелился говорить в открытую. Но это не означает, что спецслужбы и прокуратура Российской Федерации не заводят уголовные дела. Эти дела, они могут 10 лет пролежать, могут 15 лет пролежать. Срока давности, как мы уже знаем, в отношении чеченцев нет вообще абсолютно. Это дело могут поднять даже через 20 лет. Вот в Волчьих воротах было сражение в 99-м в 2000-м году. На сегодняшний день преследуют чеченцев, которые принимали участие. Нет фактического... Буквально вот пару дней тому назад я на связи со своим одним знакомым. Ему было 17 лет, когда эта война началась. И ему сейчас грозят, он сейчас в полу, он проходит по уголовному делу, где против него дают показания и уверяют, что он был в этом сражении. Ему было 17 лет, сейчас он отсидел 10 лет, и ему хотят еще 15 лет накинуть за то, что он участвовал тогда. Что ты думаешь? Для нас, чеченцев, доказывают, что срока давности участия или помощи бойцам чеченского сопротивления этому нету. И поэтому хочется, чтобы, вот по-простому сказать, хочется, чтобы украинское правительство в согласии со своим народом сегодня очень активно применяло, проводило параллель с чеченской войной. Каждый раз тыкало носом в России. Я не знаю, чем они могут. У Украины сегодня есть весь кашт-бланш на мировой уровень поднять преступления против человечности, которые они творили на чеченской земле. Но никто из этих не делает. Никто абсолютно. Есть Бута, например, Ирпень. Но то же самое Россия творила на чеченской земле. Есть Алды, которые за 4 часа убили 86 абсолютно мирных людей. Самому младшему там было несколько месяцев этот ОМОНовец прямо на руках у матери застрелил ребенка, а потом мать убил. Есть старые промысла 99-2000 годы, где полтора месяца российские устроили ад тем, кто остался на этой территории. Есть очень много описанных всего этого именно на старых промыслах. Там отрубали кисти, отрубали головы, вырезали части тел на живом человеке, творили весь ужас. Хоронили живо. Все, что у воспаленного разума придет в голову, все это творилось на чеченской земле. Дальше привели систематические зачистки, после которых каждый раз, после каждой зачистки попадали без вести именно молодые люди от 15 до максимума 35. Есть места, где целые улицы потеряли своих сыновей. Они попали без вести. Буквально сейчас мы находим, когда идет то или иное строительство или в Грозном, или в окрестности Грозного, люди по сетям распространяют найденные тела, неопознанные тела. И никто не знает, что это за тела. Я имею в виду, что есть что предъявить России на данном этапе. Прямо вот с самого начала есть что-то удивить. Более того, если бы этих материалов не было в общедоступном, если бы эти материалы не были бы систематизированы, а все это систематизировано, и мемориал систематизированный, и комитет неприфыток, достаточно даже того, что Анаполитовская участвовала в многих делах. Более того, от правительства Чеченской республики Вичкерри подан иск в Гаагу по преступлениям против человечности. Но это есть, но все это почему-то абсолютно не имеет никакого веса и важности для этого мира. Мир, который смотрел сквозь спать на нас чеченцам, он и сегодня продолжает это делать, а мы все не теряем надеяться, мы все равно влезаем во все это и пытаемся таким образом дать не забыть о себе. Да, Муса, я для наших зрителей скажу, что вот эта программа, которую мы сегодня делаем, такая пробная, пилотная программа, мы договорились с Мусой, что попробуем делать такие программы регулярно. Темы этих программ будут выбираться Мусой, и он будет рассказывать нашим зрителям на канале iNews свой взгляд на текущие события и на события, которые были в прошлом, оценки, анализ. Попробуем, что получится, и нам очень интересно наших зрителей услышать отклик, напишите комментарий, что вы думаете на этот счет, напишите нам на канал, напишите мы все. Вот нынешняя программа, мы уже эту тему именно уже начала с нее, и мы продолжим. Почему в данном случае мы ненавидим русских? Вот за что? Я для примера просто самый свежий пример приведу, то, что случилось с племянником Ахмеда Закаева буквально на днях. Когда мы все знаем, что в мае месяце он был похищен, а теперь он оказывается забран, рекрутирован в армию вот эту кадыровцам. На самом деле мы понимаем, что за этим состоит ФСБ, за этим стоит Россия, русские. самая мерзкая во всей этой истории, понятно, что человек забран в армию и он будет послан на смерть, мы все надеемся, что он избежит этой страшной участи, но тем не менее логика подсказывает, что это сделано именно для этого. Но самое страшное во всей этой истории в том, что таким образом они пытаются поставить нашего премьер-министра Ахмена Закаева в ситуацию, когда он должен сделать выбор между своим родственником и своим делом. Это иезуитская вещь. Это не делается, это делают только нелюди, изверги, вот совершенно уже прожженные сволочи. Вот поэтому мы ненавидим русских. Потому что они не воюют, они всегда так делали, да, Маса? Они делали это с самых первых дней, они делали это век назад, два века назад. Это все время, вот это и есть определение русского. Вот этот пример, то, что произошло с племянником, с Хусейном, это просто очень свежий пример, он коснулся сейчас нас всех лично, потому что мы все поддерживаем Ахмеда Закаева и молимся за него и за его племянника Хусейна, естественно, но вот вам пример, вот она эта тема, она вот сейчас живая. Как бы это сформулировать? Нас, чеченцев, ввели в такой, в такие рамки, где мы даже не имеем, не только официально, на таком бытовом уровне пытаться вылезти из статуса террористов и возмущаться или протестовать против тех действий, варварских действий российской армии, российской политической элиты, вообще всех россиян. И когда, я много раз встречал здесь, когда ты оказывался в обществе русских, именно этнических русских, которые, узнав, что я чеченец, они вели себя, и не сказать, что надменно, но в разговоре получалось, что они якобы нам принесли какую-то культуру. Получалось так. А еще встречался, то есть показывался в обществе таких русских, которые искренне возмущались, за что их ненавидят. Еще лет пять тому назад я оказался в одном месте, где два русских между собой беседуют, а я вот буквально в паре метрах от них, и не вылежав, я им сказал, а за что вас любить? За что? За то, что вы бомбите, артобстрелы, за то, что вы устроили геноцид, за то, что вы убиваете, за что вас любить? Это неправда, он говорит. Я говорю, я лично был под бомбежкой, под артобстрелом, я видел зачистки, я видел все, что творилось у меня на родине. Мне, человеку, который все своими глазами видел, вы не сможете ничего сказать, то есть объяснить или сказать, что это неправда. И я говорю, что где бы вы ни были, россияне, придет то время, когда за вашу русскую речь вам будут бить морду. Это было сказано еще пять лет тому назад. А сегодня в этой стране я вижу, что те россияне, которые ездят на своих машинах с российскими номерами, они заклеивают свои флаги на номерах. И когда ты спрашиваешь у него, у того или иного русского, ты откуда? Он мнется, и ему сложно ответить, что он русский, потому что он не знает, какова будет моя реакция. Ненавидеть русских я даже не знаю. Я ненавижу русских за то, что в 13 лет я узнал, что такое подвал, и за то, что в 13 лет на слух я разбирал уже пулеметная очередь или автомат 7-62 или 5-45. Вот за это я могу их ненавидеть, если отбросить все остальное. Если не касаться войны, которую я видел, плена, весь этот ужас, который я видел, с самого начала, вот за это я могу их ненавидеть, потому что напав на суверенное государство, объявив войну, назвав это контр-восстановлением целостности страны, под этой эгидой начали уничтожать, именно уничтожать чеченский народ. Именно тех, кто считал, что нужно защищать родину. В первую русско-чеченскую войну политика, где нужно сохранить одну политическую элиту чеченцев, а другую нужно уничтожить, вот этой как бы кампании не было абсолютно. Была тотальная зачистка, и была временная администрация, где были все русские, на самом деле. На вторых, третьих ролях находились некоторые чеченцы, которые буквально с первых не были на стороне русских. это такие как Киев, Алханов и какие личности. Но вторую русско-чеченскую, проведя анализ, спецслужбы очень сильно поработали, проведя анализ и работу, новую работу спецслужб на территории Чеченской республики Ичкерия в период двух русско-чеченских войн, то есть имеется ввиду в межвоенный период, за эти три года, эти три года, которые и русские, и вот эти национал-предатели, которые нас носом ткнуть, что за три года вы не смогли республику поднять экономику и все это прочее. То есть проверя анализ, они поняли, что поставить руководителя чеченца им в приоритете, им нужно найти чеченца, такого чеченца, который будет больше русским, чем сами русские. И они смогли этого человека найти еще в 98-м году. Это был Сулим Ямадаев. А потом духовенство стало Кадыровым старшим. И все это развернулось, все раскрутило все это. Поэтому если не я лично своими глазами видел, что стало с базаром, центральным базаром после удара ракеты. Я своими глазами видел, что там произошло. Мне было 18 лет. Я ненавижу русских именно за это. Более того, мало того, что они ударили ракеты, убили около 200 человек, ранило очень много, несколько сот людей. Там стоял вой, просто вой стоял. Это был ужас на самом деле. Потом ты узнаешь по новостям, что была проведена успешная атака на базу боевиков. Там не было боевиков. это мирное население, которое отоваривалось на базаре, на центральном рынке, было подвергнуто ракетному обстрелу. За это я их ненавижу. Я ненавижу русских за то, что они нашли среди нас самого подлого, самого коварного и назначили его чеченцем, главным чеченцем, который абсолютно не садится чеченским адатом, любычем. Вообще возможно даже у него кровь не чеченская. И тем самым на весь свет показывает его как истинного чеченца, и как отца чеченца, и как основу для чеченца. Я ненавижу русских за это. За что их любить? Вот я скажу тебе за что я их ненавижу. Ну собственно они мне всю жизнь испортили с 16 лет, потому что в конечном итоге все упирается вот это вранье русских, которые пытаются делить себя на путиноидов, Z-поэзию и на хороших русских. Почему я кидаюсь как коршун на людей, которые говорят, ну это же хорошие русские, смотрите, они против Путина. вот такой трюх для немного недоразвитых людей, потому что очевидно же всем, что если ты считаешь себя хорошим русским и по-прежнему не заговорил про Чечню, то ты для меня вообще ничем не отличаешься от Путина. Но в чем весь ужас, что эти люди, которые, Катя Марголес, которая сегодня вот она такой рыцарь Жанна Дарк, и она показывает хорошим русским их изнанку. Но она сама не сделала еще шага, понимаешь, сама еще не сделала шага к тому, чтобы рассказать всю эту правду от и до, потому что нельзя отделять, прочерчивать круг от войны в Украине, да, и от всего, что было с 91-го года. так вот, что делают эти так называемые русские либералы, они занимаются вообще дьявольщиной, потому что если Путин показывает свое открытое лицо давно и не скрывает, и все его пропагандисты не скрывают этой вот живодерской такой природы, то хорошие русские, они занимаются настоящей дьявольщиной, и я, к сожалению, ненавижу русских из-за этого, потому что в мои 16 лет в Грузии они пришли, убили, растерзали прекрасный город и смешали Звиада Гамсахурдия праведника с грязью, то есть они тогда всю эту вот кашу заварили дьявольскую, и Звиада вместе с Джохаром они замазали грязью, и до сих пор это продолжается, и можете себе представить, вот я украинка наполовину, которая сегодня именно поэтому и может предъявить украинскому народу что же вы творите, а вторая часть у меня русская, русская культура, Достоевский, вот это все, как говорится, так вот, эти переживания, что что же вы натворили, что в этом городе, где мы все друг к другу относились, нельзя было обидеть человеческую душу, нельзя было, это было запрещено в Тбилиси, приходит русский и вдруг убивает саперной лопаткой девочку на моих глазах, да, и у меня-то этот шок, который я никогда не забуду, 16 лет, я думаю, русская культура, Достоевский, все отлично, и вдруг я вижу, что это за русская культура, и потом я пытаюсь всю жизнь, Муса, всю жизнь каждому русскому сказать, вы знаете, с нами что-то не так, с нами что-то не так, в Питере, с нами что-то не так, и потом я приезжаю в Прагу на радио Свобода, и там эти вот почтенные журналисты, такие вальяжные, они правозащитники, они вообще просто, ну, права человека у них, и эти люди, когда я им пытаюсь рассказать про то, что же у нас на Кавказе творилось, Грузия и Чечнёй, они мне говорят, Инна, ну, тебе надо идти к психиатру, надо всё это забыть, ты не можешь тащить с собой этот хвост, говорит мне Игорь Померанцев, великий поэт, понимаешь, правозащитник, понимаешь, они не дали мне высказаться, они сразу поняли, что речь идёт о Чечне, о Грузии, о Звиаде, о Джохаре, всё, понимаешь, это табу, и я с этим живу вот много-много лет, и я дожила вот до этой позиции, когда я уже украинцам говорю, что же вы творите, украинцы, первое, что вы должны сделать, вы должны стать рядом с чеченцами, чеченцы, украинцы, союзники, слава Богу, что вот в первый день войны буквально, да, в 22-м году, Ахмед Закаев сделал это заявление, что мы готовы воевать с вами, давайте создавать иностранный легион, если бы он этого не сделал, вот сейчас уже всё было бы поздно, сейчас ещё не поздно, поэтому мы должны, обязаны, просто вот обязаны кидаться туда, где мы слышим мнение чеченцев, это знаешь, вот кадыровцы, они пришли нас убивать, и мы ничего не знаем про войну, мы будем молчать, вот мы должны эту тему поднимать сейчас, мы видим, что там есть проблема, правда ведь? Меня оскорбляет, когда украинская сторона принимает Невзорова, Лапченко и других либералов, которые сегодня топят за Украину, когда они вчера ещё были против Чеченской республики Чкерия, против чеченцев, они называли наряду с российской политической элитой, военной структурой, нас террористами, и были согласны, и жили очень хорошо, и на чеченской теме очень хорошо поднялись. Меня оскорбляет, ещё раз повторяю, то, что украинская сторона сегодня этих людей приняла к себе, дала площадку, и на этой площадке эти люди дальше продолжают спекулировать, именно спекуляциями занимаются. И взять Невзорова, например, человек снял одну такую, не сказать страшную, но унизительную картину Чистилища. Человек был на стороне российских войск. Он говорил, что российские войска на территории Чечни возрождаются и становятся сильными. Они становятся сильными, стали сильными Невзоровские для того, чтобы вторгнуться в Украину. И сегодня Невзорову, человеку, такому человеку, как Невзорову, дают площадку, когда должны давать площадку чеченцам, для того, чтобы они рассказывали о том, что было на самом деле. Возьмем вот этого бабчинка, например. Человек сначала служил срочную в Чечне, а потом по контракту несколько раз ездил в Чечню. Из его личных мемуаров я лично для себя узнал, что это один из тех людей, который, если не участвовал в сожжении моего дома в Грозном, но был именно на той территории, в то время, когда сжигали мой дом, дома моих соседей. Вот. Как только ты предъявляешь ему, слушай, в то время я был, например, через реку Сунжу, и оказывается, вот кто там был, и я предъявил, вот такой дом там сожгли, и что-то в этом вроде, он после этого человек перестал писать свои мемуары в Фейсбуке, он очень сильно поднялся на чеченской теме, а сегодня этот человек на 100% поддерживает, стал таким волонтером для украинской армии, и всячески подчеркиваю, что он украинец. И украинская страна очень сильно его поддерживает. И я слышал, читал некоторые комментарии, ну было и было, и что. А когда ты украинцу задаешь такой же вопрос, хорошо, давай, пройдет лет 20, например, ты где-то на какой-то другой войне находишь какого-то русского, который участвовал в украинской войне, он видел, как сжигали твой дом, но сейчас он на 100% против всего этого, из-за, чтобы справедливость восторжествовал, что бы ты сделал тогда. И вот тут у них начинает включаться мыслительный, думательный процесс, потому что это невозможно простить. И получается, что украинская политическая сила, она принимает у себя на высоком уровне военных преступников, которые сегодня одели личину либералов против Путина, против войны вообще, и для них это нормально. А для нас это военные преступники, тот же Бабченко, например. Как минимум, если он раскаялся, он должен в первую очередь, сначала должен извиниться перед чеченским народом, дальше он должен всячески содействовать, то есть предоставить, если не показания, но предоставить все, что он видел, кто что творил, все преступления, которые были. А на том отрезке, где он действительно был, очень много убийств было, сожжение имущества, именно непосредственно вот варварское все вот это, то, что они обычно сопровождают. После того, как прошла та или иная структура военная, всегда находили либо тела без голов находили, либо просто головы находили без тел. И получается, что для Украины сегодня нормально, для меня это ненормально. И тот же Ходорковский, который пострадал от путинского режима, сидел 10 лет, и когда ему задали вопрос про Чечную и Кавказ, он тут же в лед заявил, что это завоеванная территория, и я пойду ее защищать с оружием, с автоматом в руках. Но тут же он льет слезы, крокодилий слезы перед украинским журналистом, говоря, что он против войны. И то же самое, его тоже принимают это в порядке вещей. А Ходорковский, один из тех людей, который финансировал войну в Чечне, он тоже повинен, потому что если взять нюнчерский процесс, ведь судили не только нацистов, главарей этой партии, военных, генералов, судили, и банкиров судили, и врачей судили, и экономистов судили, судили этих тоже, которые спонсировали, финансировали эту войну. То же самое и тут. И без участия Ходорковского, без участия Березовского и других людей этой войны не случилось бы, потому что этой войне нужны деньги. когда первые есть такой бизнесмен-кученец Джабраилов, он еще в 90-е, в начале 90-х осел в Москве, заработал миллиарды, там очень много денег у этого человека, вот, когда только образовалось предательство Кадырова-старшего, и ему нужно было доказать свою лояльность российской армии, политической номенклатуре российской, вот, они ему дали возможность, но на самообеспечение. И один из первых бизнесменов, который оплатил первую структуру Кадыровскую, вот эту, ямадаевскую, кадыровскую структуру, это Джабраилов. На Джабраиловские деньги были куплены амуниция, экипировка, все это было куплено для него деньги. Он помог на ноги кадыровскому режиму, он и еще другие бизнесмены. И по сегодняшний день он себя вольготно чувствует, и когда ты встречаешься в интернет-поле с их родственниками, они искренне вопрошают, а он не участвовал. Для них, для вот этих, если он не убивал сам лично и не был именно там, убивали, это нормально, он в делах. Но для меня и для таких, как я, Джабраилов однозначно причастная личность, однозначно виновник военный преступник, на уровне Ходорковского, на уровне Вирозовского, на уровне других сегодняшних перевертышей. когда Яшин запустил такой проект не помню в таком году, он заявил громко, что он напишет книгу про преступление Кадырова, и если кто-либо хочет что-то дополнить, пусть связывается. Я связался с этим человеком, но я ему поставил условия, я ему сказал, если говорить о преступлении Кадырова, то рядом с ним нужно поставить и Трошева, Шаманова, и других генералов российских. не при делах, он сказал, этого я говорю, для меня они при делах, потому что они командовали тем или направлением, где устраивался геноцид чеченцев, и если ты не будешь ставить на один ряд скопированием вот этих Трошевых Шаманов, то я с тобой абсолютно не буду разговаривать и не буду участвовать в одностороннем разбирательстве, тогда мне это неинтересно, он сказал. Вот это либеральная система, вот это, вот выбираю. Русские не причем, аборигены тебя убивают. Вот их приоритет. Без участия русских, без аквансирования, без участия русских денег, русских денег, ничего этого не может быть абсолютно. Абсолютно ничего. Поэтому сегодняшний либерал, меня, это те же самые путинцы, что есть вот эти сегодня. Дамаса, ты абсолютно прав, тут даже нечего обсуждать. Я, знаешь, думаю, что поскольку наполовину украинка родилась в Грузии, ты чеченец, а я буду отвечать за русских. Хотя я условно русский, но тем не менее я родился в Питере, Петербурге, ну, предположим, да, я мог бы сейчас, конечно, говорить о том, что такое русский народ, и я думаю, что, может быть, когда-то ты выберешь эту тему, и мы отдельно поговорим вообще о происхождении русского народа, и вообще откуда он взялся, и вообще есть ли такой народ, как русский. Но я сейчас, это просто далеко мы уйдем, и я думаю, что я лучше расскажу про вот этого Невзорова, который ты упомянул, военного преступника. Поскольку я свидетель, и я присутствовал при его восхождении в медийном пространстве, и при всех его преступлениях, я видел и знаю, как они происходили, я попытаюсь просто для наших зрителей немножко прияснить картину, потому что они много запутаны сейчас, в том числе и украинцев. Они не сопоставляют очень две простые вещи. Русский народ в той ее части, который условно можно, он слабый народ, он народ такой бессильный, безвольный, его нельзя сравнивать с чеченцами, потому что мы видим, как чеченцы способны встать вместе, защищать свою родину. Русский народ не может, его могут только гнать под автоматами, загряз отряды. Русский народ слабый, и он уступил место, я говорю о новейшей истории, он уступил, очень быстро сдался и уступил место криминалу, настоящему криминалу, бандитам, которые очень быстро пришли к власти и их фронтменами были как раз вот такие люди, как Невзоров. Невзоров не просто журналист, который снял фильм «Чистилище» или фильм «Наши», или ходил с автоматом по Вильнюсу, или ездил в Чечню, это уже большое преступление, и он уже военный преступник. Невзоров это человек, который представлял криминал в прямом смысле, то есть он был прямым агентом одного из влиятельных питерских бандитов, которого зовут, он еще живой, зовут его Кумарин, или же потом он поменял свою фамилию, стал Барсуковым, ну, неважно, вот этот человек Кумарин это был такой тамбовская группировка, которая была, собственно говоря, напрямую срочена с властью, которую представлял в этот момент Собчак, господин Собчак. Собчак это человек, который вышел из недр КГБ и никогда оттуда не уходил, он был внедрен вот в так называемую демократическую Россию с целью ее контроля. после того, как был убит господин Сахаров, Андрей Дмитриевич Сахаров, академик, который представлял вот эту демократическую Россию, Собчак занял первое место. Вот тогда там зародился вот этот ничтожество, вот это Путин. Как говорит Ахмед Данкаев, и я с ним абсолютно согласен, что Путин был подобран как вот такая тряпка на дороге. Он не был формообразующим каким-то элементом, а формообразующим элементом был Собчак. Так вот, господин Путин, вот этот военный преступник нынешний, он был просто посыльным между Собчаком и вот этим Кумариным Высоковым. Он носил деньги, он носил поручения, передавал. То есть, это была абсолютно сроченная система криминала и власти, которая существовала в России, которая тут же захватила, вот пришла к власти буквально через год после того, как произошла вот это, завершила свое действие вот эта перестройка Кривачева, и когда вдруг запахло каким-то там якобы гнили вот этой свободы, потому что на самом деле настоящей свободы никогда не было русского народа, он не сумел его обрести, он не достоин этого и не способен на это, в отличие от других народов, тех же украинцев, которые сумели бороться со своей свободой. Но тем не менее, запутанность вся эта история в том, что люди не могут сопоставить очень простую вещь. криминал, который существовал в России всегда, с 91-го или с 89-го года, неважно когда, он был у власти. Так вот, эти господа Невзоровы или другие, которых мы можем назвать, и мы делали несколько уже программ об этом, так что сейчас не буду останавливаться на этом, они не просто журналисты, которые ушли в какую-то неправильную. И от того, что Невзоров сейчас кается и говорит, что он уже не так думает, что он поменял свое сознание, ничего не меняется, он преступник, он человек, который покрывал, он сидел в офисе на Грибном канале, ну у нас так и на островах в Питере есть Грибной канал, и там был офис господина Невзоров, депутата Государственной Думы, а помощником этого депутата Государственной Думы был бандит Кулбарин, и там было написано на табличке красненькой, ну правда, там было написано, что Бурстуков, и вот туда ходил Путин со своими поручениями, чтобы встречаться с Кулбарином и обсуждать все вопросы. Ничего сложного в этой истории нету, эта история не такая запутанная, она очень простая. вот эти бандиты питерские, они сейчас находятся у власти, они просто накручивали, накручивали вот эту спираль своего восхождения и дошли до того, что перешли вот сейчас к тотальной войне со всем миром, ну это неизбежный конец. А в 94-м году, когда они решили бомбить Грозный, да, или когда они осенью еще начали уже на танках въезжать туда, это то же самые люди, те же самые люди были, они никуда не делись, эта цепочка никогда не прерывалась, начиная от Ельцина, Собчака и до Путина, это одна общая цепочка. А вот эта пакость в виде всяких журналистов или того же Ходорковского, который точно такой же бандит, он не просто человек, который пострадал от Путина, он пострадал может быть от Путина, но мало ли что, сколько бандитов друг друга убили в Питере. Когда они говорят, ну это вот политики и бандиты, но журналистов вот тогда же была свобода, вот не было никакой свободы, свобода была только у тех, кто брал в конвертах у Кости могилы, потому что Костя могила смотрел за информационными средствами, за телеканалами, можешь все весь ужас представить, конечно, они скрывали войну в Чечне, и если кто-то тявкал, он получал тут же битой по голове, он просто не выживал этот человек, поэтому вся эта тусовка, которая тогда брала деньги у Кости могилы, потом у Кумарина, они все сегодня перекочевали в эти хорошие русские, вот вам и хорошие русские, и почему я должна на них молиться, объясните мне, пожалуйста, когда я хочу наоборот украинцам сказать, что вы творите, кого вы запускаете, вместо того, чтобы расчистить сейчас время возможности, когда можно покончить с этой дрянью, они их запускают, а чеченцев отодвигают, так вот, куда надо направлять весь свой интеллект, мусак, вот что надо делать. Да, для меня Невзоров это один из тех, кто создал образ злого чеченца в современной истории, в нашей современной истории, один из тех, и сегодня он без зрения совести сидит, умиляясь на украинских каналах и рассуждает о вечном, можно сказать, о том, что там Россия неправильно, Россия поступает неправильно, что-то в этом роде он пишет, но свое участие в создании злого чеченца, бандита чеченца, он абсолютно, я уверен, что он даже не задумывается о том, что он должен понести наказание, он должен извиниться, он должен сделать так, чтобы чеченский народ перестал быть тем самым бандитом, которого он долгое время рисовал, вот поэтому для меня абсолютно неприемлемо. В свое время в этой стране, Финляндия, проходил такой форум русско-чеченской, русско-финской дружбы, и на этот форум приезжали те же самые либералы, которые могли выехать, и которым было это интересно, это лет 10-12 тому назад происходило, и когда приехал немцов, я попросил, чтобы у меня было хотя бы полчаса лично с ним поговорить, и вот те правозащитники и журналисты, которые тогда приехали в составе делегаций, они просто не дали мне эту возможность. Мне хотелось поговорить с этим человеком на тему того, что он тогда, будучи буквально вторым человеком в стране, не сделал ничего для того, чтобы остановить войну в Чечне. Наоборот, и максимум, что он сделал, это собрал миллион подписей, и все, больше ничего он не сделал. Абсолютно. Наоборот, он сделал так, чтобы Чечня осталась в составе России, война разгорелась, и на международном уровне они выторговали себе какие-то дивиденды для того, чтобы сохранить свою Россию. И сегодня вот этот торг, который долгое время, предмет торга, которым они долгое время торговали с миром, сейчас миру это вышло боком. Если бы свое время, хотя я постоянно с украинцами об этом говорю, если бы свое время мир хотя бы 5% поддержки делал в Чечне, и я не говорю о том, чтобы они поставляли танки, какие-то там, не знаю, системы, ракетные системы, что-то в этом роде, хотя бы на политическом уровне, на международном уровне давали бы площадку для чеченцев, чтобы они просто статически, просто недельные, за неделю совершенные преступления со стороны России в том или в том или ином населенном пункте, хотя бы была, сделали бы возможность, чтобы мы могли это озвучить. А что было на самом деле? На самом деле была тотальная изоляция чеченцев, тотальная поддержка российского руководства в уничтожении чеченцев, у нас не было возможности даже элементарно получить какую-то поддержку даже на нелегальном уровне. То или иное вооружение, которое применялось против самолетов, неимоверность. Я не берусь сказать сколько это стоило сил и средств для того, чтобы получить ту или иную ракету против самолетов. И в конечном итоге, когда она доходила до того или иного подразделения, получалось, что эта ракета абсолютно не работает против российских самолетов. В таком вакууме находились мы, вот в таком вакууме тем не менее мы умудрялись сбивать самолеты, вертолеты, уничтожать много-много всего. Но этого мало, потому что когда идет война, недостаточно, что будет военная доктрина, нужная и политическая, без политической доктрины в военном плане невозможно выиграть. На примере Чеченской войны, грубо говоря, если грубо сказать, у нас закончился человеческий ресурс. Российские войска, они даже не распаковали свои резервы. Ты знаешь, что я сказал про Немцова, я тебе небольшое дополнение скажу. Немцова не питерский человек, и его убрали и убили питерские, потому что, ну это как в любой банде, он просто был, он не тем, что он лучше был, чем эти питерские, он просто был из другого, там же не только Немцов, там было несколько человек в правительстве, ну и вообще вверху, да, в Кремле, которые не принадлежали к этой питерской банде, с ними со всеми разделались, это правильно, так банды поступают, свои только остаются, поэтому история Немцова очень простая, это только доказывает, что власти находится очень узкая группировка питерских бандитов, они сейчас у власти, и если мы это не проясним, бороться с ними невозможно, у них очень большой ресурс и влияние, в том числе на Западе, вот все это сообщество, которое сейчас находится в Европе или в Америке, оно их просто, это их просто руки и глаза, которыми они сейчас управляют западным сообществом, они специально их запустили туда, поэтому на самом деле решение вопроса очень простое, только полное уничтожение России, полный ее разгром, уничтожение как государство, чтобы у них не было кормовой базы, на которой они существуют, но они, конечно, личинок уже распихали везде, и в Израиле, и в Америке, и в Европе сидят частицы вот этой бандитской группировки питерской с большими деньгами, конечно, они так просто не сдадутся, об этом надо рассказывать, украинцы должны понять, как это все устроено, я думаю, что там, конечно, есть компетентные люди, которые это понимают, но почему-то в медийном пространстве эта мысль никак не проходит, они по-прежнему приглашают каких-то замшелых политологов русскоязычных из Америки, они по-прежнему приглашают каких-то сомнительных блогеров, вот ты говоришь про Бабченко, но там не только же Бабченко, там много существует сейчас вот таких людей, все это, все это, вот все это вместе, медийное сообщество хороших русских, это люди, которые обслуживают бандитскую общак, бандитский общак питерских. Вопрос нашей мотивации, правда ведь? Мы хотим чего? Мы хотим не допустить вот этого, вот этой оплошности, которая сейчас на наших глазах происходит. Украина последний форпост, мы не должны его сейчас упустить, то есть Грузию они уже повалили вопрос в Грузии, потому что любого грузина спроси, он тебе скажет, Звяд Гамсахурдия националист, фашист, а чеченцы устроили геноцид в Абхазии. Это так научили грузин. Их так научили, они даже не могут рассуждать и как бы вот сделать такие свои умозаключения даже в свете последних событий. Понимаешь, вопрос там повален, там есть единицы, которые понимают, что их обманули, но поскольку на них есть вина, что они вот так повелись и сказали, да, у нас была гражданская война, когда там была просто атака России чистейшая, да, люди, которые все, и у них чувство вины, они не могут себе даже этого признаться. То есть Грузия катастрофа, остается одна Украина. Так вот мы должны очень внимательно и просто ну людей в Украине, которые, у которых есть сил, понятно, что они воюют, они умирают, сейчас такая ситуация, но это в интересах всех, чтобы вот эти личинки там не произросли. Невзоров, да, или какая-то там эта белоника, бронтозавры бандитские, и говоришь, почему они у вас? Они говорят, ну, они же покаялись, они же изменились. Мы говорим, хорошо, они изменились, ну, пусть они донатят молча, почему они должны свои мысли нести в общественность? У вас что, нет других? Они говорят, у нас нет других. Мы говорим, ну, как, есть же другие, но что они делают с другими? Когда другие делают попытку пройти на это информационное поле, да, когда, например, вот против нас делали кампанию очернения, это одна история, а сейчас они заняли, знаешь, какую тактику? Та же Ксения Ларина, которая раньше списывалась и какие-то ставила лайки, говорила, ой, какие вы делаете программы, когда мы против Путина просто выступали. Как только Чечня, ее спрашивают, Ксения Ларина, а что вы думаете про Курочкиных? Она говорит, а кто это такие, я не знаю. Или тот же вот с украинской фамилией, тактика такая, ну, значит, ну, кто такие Курочкины? Потому что как только скажешь Курочкины, естественно, Курочкины придут с темой Чечни, они же это понимают прекрасно, и они теперь говорят, мы не знаем никаких Курочкиных, вот тебе и все, вот тебе наши бронтозавры надежные, невзоровые Белоники, а Курочкиных просто не существует в природе, вот и все. В нашем, я считаю, в нашем случае как в Ченете, так и вообще в медийном пространстве не хватает адекватной такой аналитической составляющей, где можно проводить параллели, где можно подискутировать, где можно раскрыть ту или иную сторону и в заключительном порядке прийти к какому-то единому мнению. У нас очень сильно непонятно, абсолютно, когда ты начинаешь рассматривать ту или иную группу или тот или иной канал или что-то в этом роде ты начинаешь, ты абсолютно не понимаешь, во-первых, в какое направление двигаются эти люди, во-вторых, чего они вообще хотят, ты не понимаешь абсолютно. у меня для меня предельно все просто. Сейчас как ясный день стало понятно, что сейчас мир, который долгое время игнорировал войну в Чечне, геноцид чеченцев в современной истории, этот мир сегодня готов рассмотреть и готов дать эту независимость чеченскому народу. И когда на фоне это очень глобально, это очень такая большая, большая, огромная вещь. На алтарь вот этого сложили головы десятки тысяч чеченцев. И об эту скалу разбилось очень много судеб на самом деле. И сегодня нужно просто оставить все свои непонятные вещи и нужно просто дойти до вот этого логического завершения, сделать так, чтобы мы смогли вернуться на родину, не в плане того, что как белых обманули красные возвращаться на родину, а именно как государство, как хозяева своей территории. И после этого строить маленькими шагами строить свое государство при поддержке мирового сообщества. Всем нам нужно просто отбросить все свои амбиции, обиды и просто встать на защиту своего государства. сделать так, чтобы у нас мир не только услышал, но и увидел всех нас и принял как государство. Вот и все. Абсолютно. Поэтому огромное вам спасибо. Я надеюсь, у нас мы сможем продолжить. Заявка на следующую тему эфира уже есть, так что мы можем продолжить. Договорились. А еще надо обязательно сделать совместный такой стрим с ну запись во всяком случае с журналистами из Украины. Это очень важно, чтобы мы все друг друга услышали, потому что им не до этого понятно, но мы должны их предупредить, что это супер гипер важная тема. Было бы очень здорово. Я не считаю, что украинцам, украинским журналистам и украинской общественности сейчас не до чеченской темы. Еще как до, еще как они должны быть, потому что те же самые русские сегодня убивают их. Те же самые. Это не другие русские, это не русские, которые прилетели с планеты Марс, например. Это те же самые русские. Я вначале говорил, что возможно даже та же самая техника сегодня применяется, военная техника, которая применялась на территории Чечни. Уверен на 100%, что все самолеты, которые сегодня бомбят, это те же самые пилоты. Те люди, которые были просто офицерами, полковниками, сегодня генерал-майоры командуют теми или иными направлениями. Поэтому я считаю, что украинцы в данных эфирах просто обязаны участвовать и доносить до своей общественности. Возможно, они шарахаются моей бороды. Возможно, они шарахаются тем, что... Нет, пропаганда она очень сильно работает, потому что тот человек, тот чеченец, который принимал участие, а еще был в плену, это ужасный человек, по мнению многих. Тем более, если у него борода. А это наша отличительная черта просто. Возьми любого практически писателя, который прошел тот или иной жизненный путь, у них у всех борода. Те люди, которым уже... Не важно, как они выглядят в общественности. Им важно передать свой внутренний мир и свою внутреннюю составляющую для общества, чтобы они понимали, как ходить по этой земле в этой жизни. Я тебе расскажу очень короткую историю, одну маленькую, с бородой. Двадцать шестого числа, когда Ахмед Закаев предложил всем поехать в Брюссель на второй день войны, и где он произнес свою вот эту речь знаменитую о том, что он предлагает Зеленскому помощь от чеченского народа и предлагает организовать легион иностранный. Так вот, на этом митинге в Брюсселе, мы там были, сынные присутствовали, и мы хотели позвать... И там выступала украинская молодая девушка. Ну, она в слезах, ну, самые первые дни войны. И мы, значит, ей говорим, давайте, вот пойдемте, мы вас познакомим с чеченцами. И она говорит, да, конечно, и мы ее ведем через площадь, и она видит, а там стоит несколько чеченцев вот с бородами. И вы не представляете, какое у нее было замешательство, она не понимала, что сейчас с ней произойдет. Но когда она подошла, и когда она увидела, что это на самом деле какие-то люди, она услышала слова, я видел, как изменилось у этой девушки молодое лицо. Она просияла, и она... Все. И после... Я думаю, что вот этот момент перехода был моментальный. То есть достаточно было произнести несколько слов, и все это было... Это все ерунда. Борода это... Это настолько незначительная вещь. После Азовстали они прекрасно понимают, что такое борода, что такое обвинение в терроризме, что такое защитники настоящие. Они все уже прекрасно понимают. Поэтому это все результат того, что натворил Невзоров, и вот все эти поганые журналюги, это на них, понимаешь, отношение к бороде. Поэтому... С этим будем тоже работать. Это... Очень много задач у нас с тобой, я так вижу, возникает. Так что давай, 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 давай работай. Ну, скажем, ладно. Давайте. Идем. Давайте попрощаемся с нашими зрителями, да? Идем. Идем. Индия. Идем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok